Добрый день, коллеги. Своё выступление я хотела бы начать с одной известной очень шутки КВН. Отец Фёдор начал строить храм в ипотеку и потерял веру. Так вот, у меня вопрос, потеряем ли мы с вами веру в то, что в конечном итоге какую-то судебную практику мы сформируем, более или менее нормальную, приличную, и по которой можно жить в дальнейшем. Что я имею в виду? На сегодняшний день любой, кто сталкивается с исполнительным производством, знает о том, что реализация имущества через торги возможна, если это квартира, ну, с домом будет проблема уже, по той простой причине, что он не висит в воздухе, а стоит на земле. Реализация земельного участка через торги на сегодняшний день, а невозможно, б, что же делать, и кто в этом виноват. Есть несколько пилотных проектов, один из них пытались запустить по поводу электронных торгов земли, но на сегодняшний день проблема не решена, и кредиторы сталкиваются всё больше и больше с тем, что нужно искать какие-то другие пути выхода, обращение взыскания на такой предмет ипотеки, если он у вас есть. Что в этой связи хотелось бы мне сказать? Значит, в первую очередь, конечно же, все бегут по судам, и есть новый старый закон о государственной регистрации, и старый вроде бы можно было хоть как-то к нему что-то подводить, однако следующий закон, сам законодатель на самом деле взял и вот это широкое прочтение закона, ограничил буквально, сказав, что нотариус не имеет права регистрировать, всё-таки не являлся государственным регистратором, и всё это вступило только вот с 23 декабря прошлого года в силу, и начало действовать по новой. Однако есть масса решений, в том числе правовых позиций Верховного суда Украины, них вы все прекрасно знаете, сейчас просто напомню, как же ВСУ в конечном итоге начало менять практику, причём порою непонятно, не основываясь ни на чём, и как мы с вами будем жить дальше, с учётом того, что правовая позиция является обязательной. Итак, обращение взыскания на предмет ипотеки, возможно, как в судебном порядке, так и в несудебном порядке, 37-38 статью закона об ипотеке никто не отменял, однако все идём в суд, и у нас при обжаловании действий того же государственного регистратора существует несколько «но». И это три большие кита, которые я бы сейчас хотела положить в основу своей, так сказать, быстрого рассказа. Первое – это наличие арестов. Вот это самый интересный вопрос, который… Наличие арестов в едином регистре запретов, записи о запрете отчуждения имущества, является ли он в конечном итоге препятствием для осуществления государственной регистрации? Момент в том, что, если вы знаете, уже на сегодняшний день исполнитель тоже отчасти является государственным регистратором, может ли он, например, встречали ли вы, возможно, такие случаи в практике, когда закрыто уже исполнительное производство, существует арест когда-то, не снятый, и вы обращаетесь сейчас к исполнителю, а исполнитель, как государственный регистратор, заходит в реестр и снимает. То есть эти случаи единичные, исполнители боятся это делать, и всегда хотят, нам говорят, идите в суд, господа хорошие, посылают на всех на три буквы. И в конечном итоге получается, что мы, идя в этот суд, сталкиваемся с тем, что существуют разные юрисдикции обжалования действий исполнителя, либо мы обжалуем арест, который разрушает наше право. То есть правильно выписав правовую позицию, от этого зависит, примет суд ваше исковое заявление в порядке административного производства, гражданского судопроизводства. И кто у нас истец, кто ответчик, кто третья сторона по делу, или зацикавленные особы. Вот здесь, скажем так, практика настолько широкая, настолько непонятная, что я даже не знаю, придем ли мы когда-нибудь по каким-либо делам к финалу настолько, чтобы и постановления пленумов были вот той отправной, последней точкой, на которую мы бы с вами могли опираться. К сожалению, на сегодняшний день пленум, вот последний даже по арестам, не дал нам тех разъяснений, которые мы хотели бы видеть, как практикующие юристы, и понимать, куда же нам все-таки идти, и как же нам все-таки это сделать. Я в своей презентации хотела бы обратить внимание ваше, и я думаю, что вы ее потом видите, на сайте она будет опубликована. Я здесь сделала буквально, обратилась к реестру судебных решений и выписала «за» и «против», то есть решение, которое есть «за» по одной ситуации и решение, которое есть «против». Вот аресты, которые говорят нам о том, что является препятствием арест для государственной регистрации, точнее его наличия. На сегодняшний день закон о регистрации нам говорит, а давайте откроем раздел, да, то есть нотариус открывает раздел, и если он регистрирует право собственности сразу на нового собственника, потом впоследствии перенося аресты, это возможно и препятствием не является. Если же в реестре уже в новом есть право собственности на ипотекодержатели зарегистрировано, соответственно, перенесены аресты, это уже является препятствием, и вы не сможете перерегистрировать, например, по 37 закону об ипотеке, на себя право собственности, как кредитор. В следующем слайде я привожу примеры наличия в едином реестре запретов записи, когда не является препятствием. То есть вот решение судов, которые нам четко говорят о том, что вы прочитаете там очень хорошие, правильные формулировки зачастую. Вот постановление Днепропетровского окружного административного суда от июля месяца 2016 года. Прочтите его, пожалуйста. Судья умничка. Настолько красиво, настолько правильно он выписал эту правовую позицию, что с ней невозможно не согласиться. И, честно вам сказать, достаточно часто, читая решения подобных категорий дел, я вам хочу сказать, что это образцово-показательное постановление, в которое нужно брать за основу и использовать его юристам-практикам в своей деятельности. Обращение в изыскание на имущество. Является ли мораторий вот этим самым? Сегодня мой коллега, насколько правильно четко говорил, потому что мораторий таки является отсрочкой. С другой стороны, вот опять несколько примеров. Я вам приведу о том, что суды считают, что обращение взыскания на основании 37-38 закона об ипотеке является принудительным взысканием. То есть вопрос наличия использования применения моратория говорит о том, что если это взыскание принудительным, либо это не принудительное взыскание, а на основании договора. Так вот, суды опять расходятся в своей позиции. Одни считают, что это взыскание принудительное, другие считают и говорят, простите, это происходит на основании договора, о каком принуждении во внесудебном порядке. Мы можем говорить, если существует судебный порядок, и это, понятно, принуждение, уже склонение к своей позиции при помощи государственного органа, то договор это волеизъявление сторон. Мы о нем договорились, давайте как-то будем применять либо нет. Кроме того, сам мораторий нам говорит, что необходимо согласие. Что есть согласие должника на обращение взыскания на предметы потерь? Является ли сам договор этим согласием, либо он не является таковым? Тут опять-таки разночтение. Почему я привожу вот за, вот против? То есть не является принудительным взысканием. Прочтите, это постановление я беру, скажем так, здесь не просто решение ВСУ, там, ВАСУ или ВСУ. Сейчас мы к ВСУ придем в конечном итоге, как они меняют эту практику. Я говорю о том, что суды первой юрисдикции, они сами варьируют, и нет у них одинакового взгляда даже внутри одного суда. То есть возьмем Киевский окружной административный, нет внутри единого мнения по одному и тому же поводу, причем с одинаковой позицией. Договор об удовлетворении требований ипотекодержателя. То же самое. Нужно, потому что ипотечная оговорка не является согласием. Либо другое, не нужно, потому как она не является согласием на обращение взыскания. То есть и таких примеров масса. И в конечном итоге, вот по правилам подсудности, июнь месяц 16-го года ВСУ выдает нам шикарное решение, в котором говорит, что если вы обжалуете действия государственного регистратора по поводу обращения взыскания на предмет ипотеки, это не есть административная подсудность. Идите в суд общей юрисдикции. 30 марта возьмем. Возьмем с вами 14 сентября уже этого года. Оказывается, обращая взыскание на предмет ипотеки в судебном порядке, вы не имеете права признать права собственности. ВСУ выдает такую позицию, говоря о том, что право собственности может возникать только на основании нескольких статей в гражданском кодексе. И это не закон об ипотеке. То есть вы можете в судебном порядке обратить взыскание только через торги, либо продажи от своего имени. Такое ощущение, что ВСУ с исполнительной службой вместе писали правовую позицию. То есть не могут через суд признавать право собственности. Отказ идет. То есть с другой стороны, вот хочу сказать спасибо единственный Харьковский хозяйственный суд, судья Харьковской области хозяйственного суда сказал, читайте правильно решения и правовые позиции. Читайте мотивировочную часть и самое главное установочную часть этих постановлений Верховного суда Украины. Не применяйте их, судей, пожалуйста, ко всему, что не попадя подряд, каждый божий день, отказывая в исках. Отказывая и отказывая. Не нужно этого делать. Это неправильно. Нужно помнить о том, что существует Конституция, о том, что существует 16 статья гражданского кодекса, о том, что существует анализ практики, применение и способы защиты, которые суд должен использовать, увидеть, услышать вас и защитить. Я понимаю, что очень много у нас решений сейчас политических в отношении должников. Им восстанавливают сроки, им что с ними только не делать. Кредиторам сложнее. Держитесь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Продолжение следует...